МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Проекта Украина без денег ровно два года! 50 выпусков! Сегодня юбилейный! И я решил приехать в Одесскую область. Это город Черноморск. Шторм, ветер, невозможные, невыносимые условия. Все это я прошел, но это делалось ради вас. И моя мечта объездить всю страну сбылась. Но сегодня, Маша, иди сюда. Я буду исполнять мечту моей младшей сестры. Она очень хотела поучаствовать в проекте Украина без денег. И ее мечта сбудется здесь, в городе детства. В городе Ильичевске-Черноморске. Поехали! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Честно вам признаюсь, в Одесскую область я приезжать люблю. Есть что вспомнить. Так за два года съемки прошли в солнечной Одессе. Я там успел поночевать на пляже. В зимнем Измаиле на самом краю страны я почему-то искал ананасы. Ну и не забыл нагрянуть в Аккермана. Маленький вот такой вот камушек. Он будет мне напоминать об этом замечательном городе. Белгороде Данистровском. Ну а сегодня я приехал в Черноморск. Чтобы все мои зрители знали, как правильно нужно добираться до того или иного города, есть такой критерий – транспорт. Но это минута славы моей сестры. Чтобы добраться до Черноморска, нужно доехать до Одессы. А в Одессе пересечь на 25-ю маршрутку и заплатить 14 гривен. Дело в том, что в Ильичевск не ездят пассажирские поезда. Как экономнее добраться до Одессы, вы уже знаете. Но я могу поздравить Измаил с тем, что к вам теперь из Киева ходит прямой поезд. Когда-то этот город пострадал именно из-за критерия транспорта. В Черноморск электрички не пустят. Это будет невыгодно. Да, это действительно новый город. Совсем недавно Ильичевск стал Черноморском. Ну а вы берите горячий чай, теплые бутерброды, вкусные там. Какие они у вас есть? Я сегодня пока что без денег, но все-таки отправляюсь гулять по этому городу. Это видео будет длинным, так что запаситесь едой да побольше. Жизнь в Черноморске не такая бурная, как в Одессе. Здесь никто никуда не спешит. Люди занимаются своими делами, стараются как-то сохранить эту гармонию и создают новый уют. Это, наверное, только я мог подумать, что вот этот вот домик – это какой-то скворечник. На самом деле это мобильная библиотека. Приходишь, берешь книжку, почитал и ложишь обратно. Правда, там их нет. Зато я сразу понял, что местные хотят украшать свой дом. Так на улицах появляются креативные памятники. Например, самый большой герб города, сделанный из пластиковых крышечек, находится на проспекте мира. То, что это нужно показывать в программе, ибо оно оригинально, считаю не один я. На одной из страниц книги рекордов Украины вы сможете найти фотографию этого объекта. Это путешествие могло бы быть типичным, но в один момент кое-что пошло не так. Я все равно поднимусь к этому барану, хотя я еще сегодня не ел. А это означает, что витаминов, кальция, что-то там у меня маловато в организме. В всяком случае, когда я готовил программу, я увидел только одну фотку из молодежного парка. Именно этот памятник. Я прилез. Это тот случай, когда у тебя нет фантома четвертого. Да-да-да-да-да. Такое себе место, куда приходят родители с детьми, тем более сегодня воскресенье. А это значит, нужно побольше гулять. Вот что поет. Все следы ведут сюда. Вы посмотрите, кто тут у нас спасется. Я так понимаю, что те птицы, вот те жирные, это цесарки. Потому что я таких видел в веселой ферме Три. Там они яйца несли по 10 рублей каждая. Ну, во всяком случае, эта маленькая достопримечательность радует не только малышей, но и родителей. Такие маленькие, но колоритные достопримечательности делают Черноморск более домашним. Это всегда мило. Ну, а в Украине без денег за это можно получить еще и бонусы. Когда в других регионах Украины уже самая настоящая зима и лежит снег, то тут еще осень только, так сказать, начинается. Листья опадают. Никто не видит. В каждом городе меня принято вот так вот встречать косыми взглядами. Местные жители просто не знают, что проходят съемки такого проекта. И многие даже подходят и интересуются, что вы делаете. Я собираю супер-секретную информацию из Википедии и рассказываю ее именно вам, моим дорогим подписчикам и зрителям. Ну, что вам могу сказать супер-секретного? В Ильичевске, в Черноморске проживает 59 тысяч человек. И город получил статус официального в 1973 году. Прямо ровесник моей мамы. Это все. Но если бы я был агентом, то доложил бы, здесь уважают велосипедистов, тут машины ездят по ровным дорогам, в парках много лавочек, люди бросают мусор в урны, на улицах не соринки. Это что там под кустом такое лежит? Нет, нет, это все-таки листья. А если серьезно, вашему городу можно позавидовать. Тут даже море на пятерочку. Но такая красота здесь не всегда. Вы, наверное, поняли, увидеть Черноморский порт именно с территории города практически нереально. Поэтому нужно перебираться на другую сторону, и со стороны Одессы, в селе Бурлаща Балка, открывается вот такой вот вид. Теперь я этот порт видел. Это маленькая хитрость. Если у вас будет время, обязательно садитесь на 220 маршрутку и приезжайте. До свидания. Клево! Ого! Так вот он какой! Большой и высокий! Вверху красиво, но если опустить глаза, я такого, но никак не ожидал увидеть. Это международный торговый порт? Это просто людям показать мир, посмеется. Все вокруг облезлое, ободранное. Такой бомжатник на окраине села. Я вынужден оштрафовать Черноморск на одну десятую балла. Машины, зерно, металл, удобрения и так 20 миллионов тонн различных товаров перевозят в Черноморский морской торговый порт. Мне кажется, в любую точку мира можно доставить, если подписать нужный договор и заплатить. У кого большой бизнес, это выгодно. Чаще всего грузы отправляют в сторону Болгарии, Турции и преодолевая огромное расстояние в Грузию. Видели, порт тоже переименовали, буквы отцепили, новую табличку сделают. Но вряд ли от этого что-то поменяется. Хотя, если бы жители Ильичевска вовремя не опомнились, были бы вторые горишние плавни. Ну, уже только хутора. Потому что, вот это вот, да, это историческое название этого города. И не знаю, как тогда бы смотрели бы заграничные поставщики. Но, вам очень повезло. 70 лет назад тут не было ничего. В 1950 году было принято решение о постройке судостроительного завода. Люди со всего СССР стали съезжаться, это дало рост маленькому поселку. Так, в 1956 году было начато строительство торгового порта. Ведь Одесский просто-напросто не вывозил, не справлялся с этими колоссальными, обширными задачами. Грузов становилось все больше и больше, поэтому люди стали рассчитывать на новый город, на Ильичевск. Морье прямо по курсу. Единственным городом, где я был на Черном море, это Одесса. Я всю Украину объездил, но вторым станет Черноморск. А сюда я пришел, чтобы посмотреть, какой чистый пляж. Потому что говорят, что в Ильичевске созданы все условия для того, чтобы родители и их дети приезжали, отдыхали, загорали под палящим южным украинским солнцем. Вода в море немутная, прозрачная, берег песчаный, плюс. Приезжать на море в ноябре туристы не будут. Сильные, пронзающие насквозь ветер, кричащие чайки, шум, волн. Где-то корабли далеко-далеко плывут. Может быть, что-то в этом и есть. Зато на будущее обратите внимание на развитую сферу услуги. Здесь что ни квачок пляжа, то это гостиница или кафешка. Вечер, солнце садится, а я напоследок подготовил кое-что нереально крутое. Это событие будет прямо как жемчужина выпуска о Черноморске. Яркая, уникальная достопримечательность. Но стоп, в жизни все, что ты хочешь, можно нехило приукрасить. Правда, на самом деле, это может выглядеть вот так. Дело в том, что в Черноморске есть только один музей. Прочитав отзывы в интернете, я так понял, что долго думать не буду и пошагаю прямо ко входу. Дверь закрыта. К вам посетитель пришел вообще-то. Там внутри свет есть. А музей работает? Нет. А чего, написано, что должен работать? Предвыходным. Предвыходным? А у меня к вам такая просьба. Мы снимаем программу о вашем городе, и не хватает несколько кадров. Вы можете впустить хотя бы? Нет? Надо подвыходить, я не умею ждал. А, понятно. Ну, спасибо большое. Ой, как нехорошо получилось, еще на часах только 16-29, а вы уже слиняли домой. Это не оправдание то, что сегодня воскресенье. У вас график работы с 10 часов 30 минут до 18. Дедушка-охранник сказал, что пустить меня он не может. К сожалению, к большому сожалению, я не могу вам показать тех экспонатов, которые собирал Александр Белый на протяжении всей своей жизни. Фарфоровые изделия. А очень хотелось. Так что, дорогие местные власти, мне к вам проспо. Если вы увидите это видео, накажите недобросовестных работников этого музея. За приветливость максимальную оценку я поставить не могу. Подобная ситуация недопустима, но если вы будете в Черноморске, обязательно зайдите. Основатель музея Александр Белый коллекционировал фарфор. Это такой вид керамики. При ударе деревянной палочкой он издает высокий и чистый звук. Изобретен в Китае. Получают при обжиге смеси фиолина, кварца и полевого шпата. Но прощаться с Черноморском я пришел на детскую площадку. Очень много малышей, очень много родителей с колясками. Все это придает вот такого вот колорита юности. Я надеюсь, что это видео вас мотивирует и вы в следующем году приедете. Погреться на теплом песочке, позагорать на солнышке, покупаться в чистом-чистом море. Все это тут есть. Я лично в этом убедился. Ну а поехал я дальше. Впереди еще 6 очень интересных населенных пунктов. Тем более это проект «Украина без денег. Новые города». Меня зовут Ярослав Гула. В новом сезоне я не комментирую оценки. Сейчас они появятся на экране. Надеюсь, справедливо. Теперь среднее арифметическое. Про штраф я не забыл. Черноморск. 4,5 балла. Спасибо. 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 Субтитры подогнал «Симон»